Привет, друзья! Сегодня попробуем решить вот эту вот китайскую или японскую, кто как говорит, задачу на логику. И решить её на самом деле может всего лишь примерно 20% людей, судя по опросам. Нам известна стопочка из 5 стаканов, вставленных один в один. Все стаканы у меня на рисунке одинаковые, будем считать. И известна высота стопочки из 2 стаканов. Это 19. А найти нам нужно, собственно, высоту одного-единственного стакана. Ну и размышлять здесь особо нечего, поэтому если хотите немножечко подумать, там, минутку-полторы, ставьте на паузу. Потому что сейчас я вам скажу первые действия, и вы сразу всё поймёте. Итак, давайте мы нашу неизвестную величину обозначим за H. Ну, соответственно, вот этот вот стаканчик тоже H, да? Ну и вот этот H. А вот то, что торчит над стаканчиком, то есть вставленная часть вот этого, да, над вставочкой, давайте обозначим за X. Каждую тогда это X, это X, это X, это X и это X. И вот это вот тоже X. И составим нехитрую систему уравнений. Тут у нас получается 4X плюс H равно 34. А тут у нас X плюс H равно 19. Ну, давайте вычтем второе из первого. Что у нас получится? 3X, а H и H взаимоуничтожатся. 34 минус 19 это 15. Откуда следует, что X равен 15 делить на 3, 5. Но нам-то нужно с вами найти H, поэтому берем вот этот вот X и подставляем его вот сюда вот. Получаем, что 5 плюс H равно 19. Откуда следует, что H равно 19 минус 5, 14. Вот, собственно, и вся задача. Мы с вами уже получили ответ. Можете ставить лайк. Подписывайтесь, друзья, на мой Телеграм. Мне кажется, с Телеграмом все будет в порядке. А вот YouTube, Dzen, Routube вызывают у меня большие сомнения. Поэтому рад вас видеть именно в Телеграме. Спасибо за ваше внимание, за то, что решаете вместе со мной. И пока. До новых интересных задач. До новых встреч.